Варух, глава третья. Господи, Вседержителю Божия Израиля, Стесненная душа и унылый дух взывает к Тебе. Услышь, Господи, помилуй, ибо Ты, Бог, милосердный. Помилуй, ибо мы согрешили пред Тобою. Ты вечно пребывающий, а мы вечно погибающие. Господи, Вседержителю Божия Израиля, услышь молитву умерших Израиля и сыновых согрешивших пред Тобою, которые не послушали гласа Господа Бога Своего, зато и постигли нас бедствием. Не вспоминай неправду отцов наших, но вспомни руку Твою и имя Твое все время. Ибо Ты, Господь, Бог наш, и мы прославим Тебя, Господи. Ты для того вселил страх Твой в сердце наше, чтобы мы призывали имя Твое. И мы будем прославлять Тебя в переселении нашем, ибо мы отринули от сердца нашего всякую неправду отцов наших, согрешивших пред Тобою. Вот мы теперь в переселении нашем, куда Ты рассеял нас в поношение и в клятву, и в возмездие за все неправды отцов наших, которые отступили от Господа Бога нашего. Слушай, Израиль, заповеди жизни. Внимайтесь, чтобы уразуметь мудрость. Что это значит, Израиль, что Ты находишься в земле врагов? Состарился Ты в чужой земле, осквернился вместе с мертвыми, причислен к находящимся в Аде, оставил источник премудрости. Если бы Ты ходил путем Божиим, то жил бы в мире вовеки. Познай, где находится мудрость, где сила, где знания, чтобы вместе с тем узнать, где находится долгоденствие и жизнь, где находится светочей и мир, кто нашел место ее, и кто взошел в сокровищницы ее, где князья народа и владевшие зверями земными, забавлявшиеся птицами небесными, и собиравшие серебры и золото, на которые надеются люди, истяжанием которых нет конца, где те, которые занимались серебряными изделиями, и которых изделиям нет числа. Они исчезли и сошли в ад, и вместо них восстали другие. Позднейше видели свет и жили на земле, но пути мудрости не познали, не уразумели стезей ее, и не достигли ее сыновья их, они были далеки от пути ее, не было слышно о ней в Ханаане, и не было видно ее в Фимане. Сыновья Агари искали земного знания, равные купцы Мерры и Фимана, и баснословы исследователи знания, но пути премудрости не познали, и не заметили стезей ее. «О, Израиль, как велик дом Божий, и как пространно место владышества его! Велик он и не имеет конца, высок и неизмерим. Там были изначало славные исполины, весьма великие, искусные в войне. Но не их избрал Бог, и не им открыл пути премудрости. И они погибли от того, что не имели мудрости, погибли от неразумия своего. Кто взошел на небо и взял ее, и снес с облаков? Кто перешел моря и нашел ее, и кто принесет ее лучшую чистого золота? Нет никого, знающего путь ее, не помышляющего стезе ее. Но знающий все знает ее. Он открыл ее своим разумом, тот, который сотворил землю на вечные времена, и наполнил ее четвероногими скотами, который посылает свет. И он идет. Призвал его, и он послушался его с трепетом. И звезды воссияли на стражах своих, и возвеселились. Он призвал их, и они сказали, вот мы, и воссияли радостью перед Творцом своим. Сей есть Бог наш, и никто другой не сравнится с ним. Он нашел все пути премудрости, и даровал ее рабу своему Иакову, и возлюбленному своему Израилю. После того он явился на земле и обращался между людьми.